Сергея Шалановна Геннадьевна представит свою работу «Закономерности изменения морфологии ветвей стулсов дракообразных подвода давняя при переходе к биологическому образу жизни по специальности гидробиология. Здесь остаться на из-за исканий ученой степени кандидата биологических наук. Работа выполнена в Институте биологии внутренних господств научный руководитель Котов Алексей Алексеевич, Институт проблеми патологии и эволюции имени Северцева, официальные оппоненты Шотганова Галина Васильевна университета Нилбачевского Нижненного города и Литвинчук Лариса Содоровна, зоологический институт Российской академии, ведущая организация Институт афероведения Российской академии. С поступившими документами у нас ознакомлены Людмила Генриховна. Глубоко уважаемые члены институционного совета, в вечном деле Анна Геннадьевна имеются все документы, которые не охладили при проведении процедуры защиты. А это заявление соискателя, это заключение, положительное заключение организатора, где выполнено с работы, работа выполнено с телом нашего института. Далее, справка по копии диплома об окончании Демидовского университета, Ярославского государственного университета и справка по сдаче экзаменов в армию кандидатского университета. Это иностранный язык – хорошо, история и философия науки – отличная, гидробиология – отличная. И список рассылки авторефератов. Таким образом, все у нас на месте. Вопросы к секретарю будут ли? Если вопросов нет, Анна Геннадьевна, 20 минут для дает положение в суде. Продолжение следует. Уважаемые председатели, члены совета, братья коллеги, позвольте представить нашему вниманию доклады диссертации и закономерности изменения в облоге любезтоустных ракообразных подвода Дапния, и в ходе экологическому образу жизни. Эбезтоустные ракообразные – это буквально статических животных, обитающих преимущественно в процентальных водах, в пресках, солоноватых и даже китах сады, и населяющих практически всевозможные типы водных объектов. Среди подокса наиболее известной группой является рост Дапния. Представители этого рода модельные объекты современной гибробиологии, а также физиологии, токсифологии, генетики, эволюционной биологии и многих других направлений. При этом многие акторы указывают на трудности в систематике рода. Известно, что в облоге Дапния значительно изменяется под влиянием гибробиопакторов в нашей семье. К настоящему времени сложилась такая ситуация, когда определение основных полиархических видов, таких как Дапния галята, по амфологическим признакам, не вызывает трудностей, но в некоторых типичных ситуациях. Но известны случаи, когда махология, когда оправда является сходной, стоповой и других видов. Изучение махологических признаков важно не только для филогенетических исследований, но также имеет фактическое значение. Надежные и удобные в применении ключи необходимы гибробиологам различной направленности для качественного определения видов. В последнее время много внимания уделяется изучению структур, относимых к элементам так называемой защитной махологии. Изучение различных аспектов индукции защитной структуры Дапния можно назвать одним из магистральных поправлений современной гибробиологии и экологии в целом. Широко известный пример защитных образований – это шейные шипики и методов видов Дапния. Несмотря на кажущуюся изученность данного признака, мы еще далеки от проявления общих патологических закономерностей образования шейных шипиков в разных видах Дапния. В частности, известны лишь единичные работы по изучению и формированию при совместном проживании разных гибридов с родственниками. В ходе учения студентов в университетах изучение плодовцев зачастую сводится в знакомстве с несколькими пирогическими видами водогазов и несколькими другими обитателями пирогического плантона. В частности, поэтому эти пистолусы рогообразные обычно рассматриваются как преимущественно плантонные животные. Однако, более или менее плантонный образ жизни характерен только для примерно 24% видов и 17% водов из пистолусов рогообразных. Большая часть вида плода Дапния – это виды, обитающие в мелких временных водоемах и часто в явных ассоциациях с субстатами. В конце 19-го, начале 20-х веков, известные гибробиологи уделяли значительное внимание в происхождении плантона и морфологическим, экологическим и физиологическим адаптациям к плантону животных. Однако, в настоящее время интерес к подобным исследованиям частично утерли. Развиваются лишь несколько узких направлений, таких как исследование инструкции защитных образований и инфрации разного типа обусловленных присутствием хищников. При этом не проведено современного анализа монфологических преобразований Дапнии при переходе от обитания в небольших подоемах, в жизни в пилоге и в губных озерах, что приводит к недопониманной закономерности эволюции года как одного из важнейших моделей объектов современной биологии. Цель нашей работы – выявить закономерность эволюционно-морфологических изменений в пистолусах ракообразных продуктов Дапнии при переходе от жизни в относительно небольших подоемных объектов в обитаниях и валияных крупных водоемах. Мы поставим следующую задачу. Описать общую монфологию вида группы Дапнии и Куспина, обитающих в небольших и больших подводных объектов. Проверить видоспецифичность монфологии шейных шипиков у видов подвода Дапнии и возможности их использования в систематике. Оценить размерные диапазоны особей с шейными шипиками у разных видов Дапнии при их растельной и совместной включаемости в некоторых подоемах Европейской России и Западной Сибири. Последить изменения основных пахообразных структур в ряду видов Дапнии и спина горяных и кулятов, то есть при переходе от жизни в мелких и временных водных объектов в обитаниях и валияных крупных озер. И критически оценить значимость некоторых пахоологических признаков для систематики подвода Дапнии. Положение выносимое на защиту. Разные виды Дапнии приоделывают на биотические и абиотические факторы, вызывающие формирование защитных структур. Сходным образом, наличие шейных шипиков является для подвода Дапнии не новоприобретением, появляющимся независимо от диагогата в операционной скорой губы, как это предполагалось ранее, а ансестральным признаком. Многие изменения в археологии Дапнии при переходе от обитания в мелких водоемах в жизни в пилогеальных оптах озер могут быть истолкованы как педагогов. Для решения поставленных задач было исследовано 6 следов Дапнии из популяции 40 разных водоемов Европейской России и Западной Сибири. Для получения максимально корректных данных Дапнии вориады и Дапнии-кукулята изучены из тех водоемов, в которых отсутствуют другие виды Дапнии, с которыми они могут образовывать гибриды. В первой части нашей работы мы описали в археологию 6 видов Дапнии. В целом, археология не отличается от написанной литературы. Однако, нами выявлены некоторые интересные особенности, о которых будет рассказано далее. для изучения шейных шипиков Дапнии, нами будут проанализированы материалы с 28 годных объектов, в которых обнаружены Дапнии, несущие шейные шипики. Шейные шипики Дапнии – это один из примеров орфологических скульптур, которые, как считается, несут защитную функцию. Нами показано, что шейные шипики гораздо более распространены в популяции водоемов, чем это считалось ранее. Скорее всего, способность формировать шейные шипики является антистральным признаком подхода. Нами подробно исследованы следующие виды Дапнии, как мы имеющие шейные шипики. Дапния спина, Дапния геолина, Дапния кулец и Дапния кулец. По размерам и форме шейные шипики у всех изученных видов Дапнии мы разделили на три типа. Первый тип – это тип А, одиночный маленький шипик, направленный вперед и сидящий непосредственно на голове. Шипики такого типа обстречены нами у особей первого – постабдоминального возраста. Второй тип – тип В, это выступ на голове, несущий на вершине один или несколько маленьких зубчиков или выступ без зубчика. Ширная и высота выступа сильно ровнируют. В некоторых случаях выступ может быть совсем не разным и несколько зубчиков сидят непосредственно на голове. И третий тип – тип В, представляет собой широкий круглый выступ, сидящий на голове напармлив вперед. На один момент только, как у давния хуберостность. Никаких ярко выраженных видоспецифических особенностей в форме шипика у давния и спины у давния георина и давния хуберостность не обнаружено. Однако, у давния хуберостность шейные шипики целокрутнее и встречаются чаще, чем у остальных видов. У давния георина относительно мелкоразмерной зеленой формы, с променующим высокий шлем, шейные шипики выражены намного меньше, чем у остальных, чем у других видов. Обычно они имеют вид несколько зубчиков, сидящих непосредственно на голове. Если же зубчики находятся на выступе, то их количество не повышает вновь. В целом, в ряду давния хуберостность и спина георина наблюдается уменьшение размеров тела, уменьшение размеров шипиков и количество зубчиков на ней. Снижается частота встречаемости шейных шипиков в популяции. Отметим, что это одновременно. И экологический ряд перехода от обитания во временных водоемах к типичному теологическому оборуду жизни на крупных озерах. Можно предположить, что мелкоразмерные виды, освоившие радиаль крупных водоемов, вторично отказались от шипиков как системы защиты, именную называют крупный шлем. Причем у давния георина мы, возможно, как раз и наблюдаем такой процесс отказа от шейных шипиков в пользу к шлемам. У давния хуберостности с нами обнаружены особи только с одношим шипиком, которые отнести к типу В. Если у особи давния хуберостности с первого и второго возраста, шипик не отличается по форме размера шипика типа А у других видов. У более старших возрастов шипик может выливать по высоте, ширине оснований и углу на поверхности воды и встречается у геористов козорей. Также, по данным ряду исследователей, одинножественный шипик формируется и у других видов помнится давний хуберостность. Следовательно, можно говорить о специфичности шейных шипиков у видов у давния хуберостности. Шейные шипики найдены нами под самым давнией, размеры которых не превышали 1,6 мм, причем независимо от вида давния. Размеры шейного шипика также зависят от размеров особей. Максимальная высота шипика наблюдается у бочков длиной 1,1 или 2,1 мм. С увеличением длины тела давния размеры шипика снижаются. Если в водоеме были найдены одновременно 2 вида давнии, способны формировать шейные шипики в принципе, то они присутствовали у обоих видов. У двух совместно обитающих видов давния закиватка, это давния лоббеспильная давния булекс, размеры юбилинных самых с шейными шипиками почти совпадали, несмотря на различия размером взрослых давни. Прикер, два какого-то рыбка наблюдали аналогичную картину. Несмотря на то, что ударния куроростки станки могут достигать достаточно крупных размеров, максимальный размер особей с шипиками и отличный намек был в сравнительном религии. При этом максимальный размер взрослых куроростков и с рассмотром популяции шейными шипиками также будут большими. И самые маленькие размеры особей с шипиками наблюдали в мелковазмерной давния лоббин. Очевидно, что максимальный размер особей, способных формировать шейные шипики, на рынке с другими факторами зависит от общего размерного диапазона особей популяции и от общего размерного диапазона вида. И разные виды, живущие в условиях водного водоема, одинаково реагируют на факторы, вызывающие формирование шейных шипиков. Большинство проведущих исследователей описывают шейные шипики в основном в губинильных самодах. На граних обнаружены шейные шипики у самцов всех исследований видов, в том числе и у взрослых самцов максимально для вида размеров. Самцы обычно формируют более крупные, чем собак. У самок вырос в большем количестве шипиков. Также шейные шипики обнаружены у нескольких инфекиальных самодах и спины из ракива. Для оценки изменений основных формологических структур для двух видов датнилых и спина калиатров и кулятов и выявления предполагаемых видоводных тенденций, предварительно провели смешение сослов и ювелирных самодахнилых спина по факторам и спины. Признаки, по которым были выявлены различия между сослыми и ювелирными опытами датнилых и спина, использовали для дальнейшего сравнительного анализа двух видов. В целом, мы наблюдаем тенденцию к снижению общей длины и длинной тела для датнилых и спина калиатов и кулятов. Уменьшение размеров тела животных часто связано с предоставными изменениями. Относительная длина хвостовой длины и плавательных антенна в этом рыве наоборот повышается. Такие особенности датнилых и кулятов как более длинные, чем у лангистинных калиатов, хвостовая игла и плавательные антенны можно рассматривать как адаптацию к биологическому образу жизни. Однако, промежуточное положение гариата между кукулятором и спиной по этим признакам, несмотря на то, что этот вид биологический, показывает, что скорее всего, данные признаки являются предоставными, что не заключает от активного значения. длина гариата, если не длина в океане, не длина в океане, как и на фотоаппарте. Длина постабдоминальных щетинок и длины 2-го и 3-го абдоминальных выростов не отличается от удафной болиады и датного диспина. Удафной болиады постабдоминальные щетинки длиннее, а абдоминальные выросты побольше, чем он в диспинах болиады. Различие длины первого абдоминального выроста, между примерами датного диспинах, не обнаружено. Это, по-видимому, связано с тем, что первый вырост участвует в удержании яиц и мульонов и ботковой калии, и сохранение его ювелирных размеров не опадом. По морфологическим признакам постабдомины почти не отличаются у логиспина и датного диспина. Программальный угол постабдомина, он будет виден, сильно или среднее подвыражен. У датного диспината обычно он подвыражен слабо, либо совсем не выражен. Продолжение следует... Продолжение следует... а между популяциями и видами мы сравнили где популяция дата ноги спина популяции с крупного размера и с популяцией крупного размера горят на графике видно, что несмотря на больше, чем у ноги спина тела, количество поставляя зубчиков в гукуляте горяты можно считать фидоносным признаком. Наиболее сильной фидоносной тенденцией появляется у самцов датни. Самцы датни горяты демонстрируют признаки, характерные для единственных самцов датни нанесения. И вот, у каждого типа риста на зубчиков в губернах нанесения обеспечивает фидоносный тенденцией. Но и тогда мы в губернах нанесение, например, в губернах нанесения, Фи Строение антенны также напоминает и строение уникаловозрывных особей. Таким образом, нами продемонстрированы дедоморственные тенденции в эволюции пилотических гаффин. Они проявляются в уменьшении размеров тела и острова, в уменьшении хвостовой иглы, в уменьшении плавательных антенн и постапдоминальных щекинок, уменьшении длины постапдоминальных выростов и снижении количества звукчиков постапдомина. У самцов, помимо этого, упорачивается антенна-1 и меняется форма тела. Вооружение проявствовало праговины, слава выражена. Для проверки традиционных диагностических признаков датния галиата и для явления новых был проведен анализ ряда махполитических и махполитических признаков датния спины датния галиата. Здесь мы подробно рассмотрим те признаки, которые в разное время предлагались исследователями для развлечения датния галиата и датния галиата. Признак датния галиата шлем обычно присутствует, и датния галиата всегда отсутствуют. Отсутствие шлема у датния галиата достаточно обычное явление. Например, в предавном известном цикломокхозе шлем у датния становится низким или совсем исчезает в осени дни галиата. Часто популяция подовременно присутствует в космосе с разной степенью развития шлема. Также существует популяция датния галиата, в которых подвижение шлема ферманентных признаков. Как правило, это датни из водоемов, в которых температура воды тоже время низкая. Например, датния галиата и быстро малых пыльях. Температура воды в этих водоемах летом не поднимается до 15 градусов. Обычно датния галиата из таких популяций демонстрируют и другие признаки, характерные для датния галиата. Так, точка максимальной длины головы при датнии может находиться на уровне глаза, а при временем верхней хай головы будет скошенными. Точек максимальной длины головы и тоже будет скошенными на верхней хай головы. Размер глаза так же не будет, особенно у датния галиата. И часто у датния галиата он может быть очень крупным. Форма тела датния из популяции с низким шлемом и сосульствами шлема так же не будет спина подобна. Так, представить датния галиата и в сравнении датния галиата на датния галиата. Так, относительно ширина словок, то есть ширина словок в ширине головой зоны, у них значительно больше, чем у датния галиата со шлемом. И в целом не отличается от поповой датния галистина. Ввиду всего вышеизложенного требуются какие-либо другие более надежные признаки. Анализ махологии галкальной конечности и строения пустогдомина, вооружение слова «датния галиата и датния галистина» не выявил значимых отличий между людьми видами. Несмотря на то, что в целом датния галиата отличается от датния галистина более мягкими размерами, большими и относительными длинными кластями и датния галкозы на фанты, эти признаки нельзя использовать для идентификации видов вследствие лифтой измельченности. Более перспективными в качестве диагностических признаков представляются особенности в качестве диагностических признаков в качестве диагностических признаков. � segurалу фrüнического финансатических признаков, обратив в качестве диагностических признаков может быть добивались типа «датния галкозы» и «трикин Sarahimientos». Требица были и сочинены над насолением собственных кораблями, чьи сказали, что Australian Friends NC debate галкозы соединенной vehicles только датния галкозы, и посвящ SLF для шкафов. Все это рег unnecessان geri как быти в кольре с base они. как и порядка воздух короче однако мы придаваем видовая меньше довольно высокой также и относительная длина испытаться удовлетворяя относительная длина видовая сменчивость этого признаков идет достаточно высока обычно стаскану спины не выступает до кончика а если выступают более чем на половину своей длины. У датных вариаторов статаски могут выступать до кончику статаска более или менее чем на половину своей длины или вообще не выступать. Причем внутри вопуляции одновременно могут встречаться особи с разными вариантами статасков. Следовательно, форму статаска и относительно длиной статаски нельзя считать надежными произведениями. Можно использовать так в магазине. Про анализы относительно ширины недеального времени ввода видов мы получили следующие данные. У датных вариантов относительно ширина видов больше, чем у датных вне скили. На графике мы предъявили четкие статистически значимые различия и между видами, и между популяциями двух видов. Следовательно, данных видов надежны для идентификации видов, особенно в советских случаях, если у датных вариантов еще и другие видов. Если относительно ширина медиального времени сзади выправила бы меньше 0,15, то это датный уровень дисциплина. Если больше 0,20, то это датный ареат. Ну, а другие парализированные признаки могут использоваться в комплексе, как вспомогательные. По графикатам работы можно сделать следующие виды. Фематические датные отличаются от цифровых и смех подаемов более длинными пластинами антеннами по собрежнению щитинканья к ростовой буре, а также упороченными первым и вторым адоминальными ростами. Цель шейных шипиков у датных, которые датные, только единственным в случае являются виды специфичных, это датных кругов. Шейные шипики могут присутствовать у взрослых сонцов всех видов и, в единичных случаях, у взрослых сонцев Максимальный размер датных, не способных формировать шейные шипики, нареду другими факторами, зависит от общего размера диапазона в особи популяции и общего размерного диапазона вида. В случае присутствия года реминный двух вида в датные, способных формировать шейные шипики, их наличие или отсутствие наблюдается на боль в видах одно и то же время. То есть разные виды реагируют на факторы, называющиеся мировая ширина щитиков, одинаково. В изменении реалимфологических признаков датни из группы вида датни на диспина, на переходе от жизни в небольших водоемах в капитале в Пеногеале, последовательной тенденции. Большинство признаков датни на кукулята и некоторые признаки датни на кукулята сходность топовыми людьми после датни на диспина. Такие признаки, как форма, размер тигла, дина, простовые дни, а также выраженности новой кукуля, то есть форма шлема и прочие пластичные признаки, ненадежные для развлечения безких видов датни. Тоже приятное, относительно высоко медиального придастами на правилах позволяют и для надежности. Спасибо. Вопросы докладчику? Да, пожалуйста. У меня вопрос такого плана, я понимаю, вы этим не занимались, мне важно узнать ваше мнение. Все-таки, что является толчком, на ваш взгляд, много литературы, прочитанной и так далее, для образования шимпиков? Это влияние хищников все-таки, или что-то, может, второе, третье, четвертое? Ну, вообще, комплекс факторов, любой стресс, я так называю, то есть, когда вопрос изучается, в основном внимание выделяется как раз влияние позвоночных, без позвоночных хищников. Хотя, на формировании выделяя также конкурентность, я так называю, я так называю, я так называю. Но специально, по-настоящему, занимаюсь это, что я не знаю. Спасибо. Спасибо. Григорий Михайлович, председатель. Григорий Чуйко, Григорий Михайлович, член Совета. У меня такой уточняющий вопрос по рисункам. Там, где графики представлены, указаны популяции и номера. Это что за номера? Первый вопрос. И второй, что такое ОЕ? Это относительно единицы? Ну, как они вообще, что это они представляют собой? Спасибо. Спасибо. Сначала популяция. Просто, чтобы не пригружать графики, я не стала писать название водоема. То есть, в принципе, они не несут никакой... То есть, это разные водоемы? Это просто разные водоемы, да, появляются в разных патонах. Относительно единицы, ну, как сказать, например, относительно одинаково столовой глыбы. Это одинаково столовой глыбы, и он, наверное, в одни тела. Ну, так же. У меня, наверное, не то есть. Нет, нет. Написали, я тебе писал. Сейчас, секунду. Так. О, не так. Вот. Вот, собственно, все отиски водоемы. Отношения. Спасибо. Еще вопросы? Галина Куриевна. Где-то Галина Куриевна, чем мы знаем. Там есть маленькая табличка у вас, в медицине признаки, максимальная ширина плюс-минут. Что-то такое. Так. Вот, мне такая. Ниже, ниже, ниже. Вот, широку, я не так подозначу. Вот, нет, нет, следующее. Дальше еще. Вот, вот, вот. А, что это такое. Максимальная ширина медиального кривина головы, нижняя третья. Плюс, то есть, да. У давних вариаций нет у давних спинок. Ну, то есть, у давних вариаций максимальная ширина медиального кривина головы, нижняя третья. Ну, какая она? Почему она плюс, и почему она минус? Больше. Ну, это я так обозначила, да, совсем удачно опросила это. То есть это был такой принцип, который может быть в данном варианте, максимальная ширина ряда во время головы, ну, нижний тридцать, а удар в спинной ряда выше. Спасибо. И у меня было указано, поэтому не было. Как туда-то другого. Пожди бы. Вечник Владимир Григорьевич, член Диссовета. Какие у вас были принципы выбора исследовательных водоемов? Один из них – это водоемы, где обитают только эти виды гидридов. А другие еще такие принципы? Вы много водоемов взяли, и не только те, где обитают гидриды. Какие еще? Ну да, в первую очередь мы брали водоемы, где обитают воду, и тогда, чтобы исключить гидридов. А так, ну, старались по максимуму просто брать, то есть, откуда нам могли предоставить пробу, то, что мы могли собрать. То есть, каких-то четких, каких-то, каких-то не было. Спасибо. Мы наиболее разнообразные, спасибо. Ведениамин Романович. Ведениамин Романович, член Диссовета. У меня вот такой вопрос. Вот эти признаки, да, пневмонологии, простите меня, калиата, да, и аллогетина. Они можно считать и как бы доспецифичные вот эти признаки, которые вы смотрели, нет? Спасибо. А какие именно? Вот мы посмотрели, что… Ну, вот то, что у вас есть плюс в спину хотя бы даже, они характерны всегда являются для этих видов. Ну, то есть, как для вида характерны или вообще для этих видов, знаете, сам, да? Ну, нет, мы как раз и рассматривали, и хотели выяснить их. Нет, вот то, что вот видно, я думаю, что вот так, видоспецифичные, если так разобраться, то есть и опозоны изменений, в общем, характерны для данного вида. Только вот, например, ана, да? Или рост, 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 сам, двух видов на арте. Я, может быть, не совсем правильно подняла вопрос. То есть, вы хотели узнать, эти признаки на других видов, не только вот? Нет, нет, можно ли считать, что как бы доспецифичными, то есть они понимают, только вот так, такого типа изменения, для, вот еще я развернуваю, как раз, вот для данного вида, галиад. То, что вот данные максимально считанные идеальными жизни и головы, и внешнести. Ну, то есть, вот. Ну, вот я, у меня вот рост такой, для меня, в общем, да? Для Афганистана вот такой рост. Это специфичный, да, специфичный. Я просто вот это хочу узнать у вас. Вот, вот, кривые. Смотрите вот. Вот этот, крюсов, да, мы бы, наверное, считали за физическим. Вот, а сих поручил меня, я бы переделал с нами, Роман Анатолом, а с советом. Ну, все, вот это, все, что у нас, спасибо. Спасибо, Александр Евгеньевич. Жохов Александр Евгеньевич, член Совета. У меня два небольших вопроса. Вот вы изучали морфологию в дафне, при переходе от обитания в мелководных водоемов, в пилогиады. Из-за этого следует, что первичный морфологический тип, это вот, который обитает в мелководных водоемах. А почему именно так, а не наоборот? И второй вопрос. Температура сильно влияет на морфологию? Да, спасибо. Спасибо. Добрый вопрос, я, наверное, так сходу не отвечу, надо подумать. Спасибо за вопрос. А во втором, да, температура сильно влияет. Влияет как раз вот, то, что сейчас принято относить к элементам защиты в морфологии, это шлем, постовая игла, обширные шлемы, вот это все. Они очень сильно изменяются под влияние температуры. Вот я приводила, как пример, как фотографии, дафни из водоемов, где постоянно низкая температура, дафни, где температура воды снижается, естественно, в осени зимний период, они очень сильно отличаются от тех же самых видов в летнее время. То есть у них может полностью исчезнуть шлемы, у них упорачивается хвостовая игла, размеры могут увеличиваться, тогда сильно влияет температура. И кроме этого, влияет в двух актовые диагностики, например, влияет в саду. Ну, а все-таки я ответил на первый вопрос. Почему в муководнике, это первичный, вот вы видите переход от муководнике, от муководнике и у я? Я думаю, это для возложения, так скажем, будет вопрос сложный. Да, вот сложный, вот так. Смотреть в логинии, где вы у вас наточку в этом? А не то, что в том. В лентологии, пожалуйста. В лентологии. Спасибо. Спасибо, еще вопросы? Если вопросов больше нет, то делается технический перерыв. Надеюсь, что... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok